Великая Отечественная война Практически реализовать их удалось только в 1940 году. В качестве эксперимента стволы искривлялись у пулемётов Горюнова и Калашникова. Дальше опытных образцов дело не пошло. Такое оружие получило негативную оценку как идейно невыдержанное. Его назвали трусливым и предательским. Не отставали от СССР и немцы, которые сумели разработать ДОРУ – сверхтяжёлое артиллерийское орудие. Внешне пушка получилась очень внушительной. Она имела калибр 807 мм, а вес её снаряда достигал 7 тонн. 32-метровый ствол стрелял почти на 50 км. Передвигалась такая конструкция по специальным рельсам. ДОРУ пробивала метр стальной брони или 7 метров железобетона. Пушку готовили к штурму линии Мажино. В реальных боевых условиях она побывала только один раз при штурме Севастополя. Выяснилось, что пушку тяжело перевозить, дорого обслуживать и тяжело прикрывать. Начальник генерального штаба сухопутных войск нацистской Германии генерал-полковник Франц Гальдер говорил о ней. Настоящее произведение искусства, однако совершенно бесполезное. Большинство проектов в войну так и осталось на бумаге. Практическая реализация их не показала эффективности. Смелые фантазии инженеров не внесли реального вклада в победу, которая была добыта всё же обычным оружием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова